Чаще всего, когда мы говорим о скинавской ходьбе, основным предметом обсуждения являются палки и руки, их положение во время ходьбы. А сегодня я затрону тему ног. Стоит только попросить кого-то ускориться, как человек начинает удлинять свой шаг, ставить ногу перед собой чуть дальше. Но так ли это на самом деле? В попытке удлинить свой шаг мы, как правило, стараемся вывести ногу как можно дальше вперед и тем самым противоречим своему ходу движению. То есть мы как будто сопротивляемся, ставим ногу под углом к движению, направленному вперед. Часто это движение сопровождается тем, что мы устремляем ногу вперед прямой, то есть лишаем себя нашего натурального амортизатора в колене, который смягчает приземление ноги перед собой. Второй слабой стороной этого подхода является то, что мы словно подтягиваем свое тело к точке соприкосновения ноги с землей. Это легко попробовать и приставить, положив полотенце или тряпку на скользкую поверхность пола. Подтягивание полотенца к себе, к центру тяжести, будет гораздо менее эффективно по отношению к выталкиванию от центра тяжести за собой назад. Если ты найдешь минутку для того, чтобы не только послушать, но и проверить это на практике, то ты заметишь, как включается твоя ягодица. И это та самая мышца, которая так привлекательна для женщины и для мужчин. Я думаю, что познавательно мы оцениваем привлекательную попу противоположного пола как здоровую, активную особь. И я сейчас скорее говорю словами наших предков, которые расценивали противоположный пол, как возможность пройти длительное расстояние в поисках пищи, охоты или необходимого передвижения. Итак, этот повышенный интерес к большой персиковой мышце, которую мы наблюдаем в фитнес-залах, противоположного на самом деле необходимостью использовать эту мышцу при ходьбе и беге. Выполнение упражнений на эту группу мышц позволит прочувствовать эту мышцу во время ходьбы и значительно улучшить эффективность и скорость передвижения на поверхности. Что же происходит во время ходьбы? Мы достаточно легко, свободно выносим ногу вперед. Возможно, на первых порах с контролем наблюдаем за точкой соприкосновения центра пятки, переката от пятки к носку по крайней боковой линии ноги. И как раз в тот момент, когда нога у нас оказывается под центром тяжести, под условно проведенной линией вдоль оси нашего тела, мы как раз начинаем активно толкаться. Толкаться вперед с активной помощью негодических мышц. И если условно мы разделим шаг в фазе опоры на две части, то первая часть происходит налегке по иной орцы. А после момента соприкосновения всей подошвы с землей, мы начинаем активное выталкивание вперед. И стоит нам добавить внимание на эту фазу, как это невероятным образом повлияет на скорость нашей ходьбы. Привычные ходьбы без палок или ходьбы с палками, неважно. Стоит тебе только добавить этот акцент или ингредиент в твою ходьбу, как изменится не только твоя скорость, эффективность ходьбы, но и твои формы станут гораздо привлекательнее. Итак, давай коротко подведем итоги. Нам необходимо выставить ногу вперед достаточно легко, не так далеко перед собой, чтобы на слегка присогнутом, готовом самортизировать колени, приземлиться. И в тот момент, когда тело оказывается над нашей ногой, мы начинаем активную фазу выталкивания вперед. Это происходит и за счет мышц стопы, и икроножные мышцы, но в большей степени наша ягодичная мышца помогает нам активно вытолкнуться вперед. Следующим не менее важным элементом является частота наших шагов или каденс. То есть это количество шагов, которые мы совершаем за минуту. И, как правило, на каденс будут влиять длина шага, который мы совершаем, длина ног, которые этот шаг совершают, что в конечном счете превращается в скорость, с которой мы двигаемся, и в стиль ходьбы, которому мы придерживаемся. И низкий показатель каденса на самом деле свидетельствует о том, что мы не задействуем тот момент, когда мы условно перекатываем свое тело за счет инерции, которая появляется в нашем теле. То есть легкого наклона вперед, активного передвижения, переставления ног, мы увеличиваем нашу скорость. А при малой частоте шагов и длинном шаге мы совершаем гораздо больше усилий для того, чтобы передвигать свое тело. И отличный способ для того, чтобы увеличить частоту шага, увеличить свою скорость, является музыка. Да, ты, конечно, можешь использовать метроном, установить его на частоту 125-130 ударов в минуту, но наилучшим образом будет использовать музыку. Которая будет постегивать тебя к определенной скорости движения. Найти музыку с заданным ритмом от 125 до 135 ударов в минуту не так уж и сложно. Я находил подобные плейлисты на Spotify, и у меня есть своя подборка. Ссылку я размещу в описании. Можно также покопаться вглубь и поискать сайты для диджеев, в которых даже можно ассортировать музыку в зависимости от ритма, в котором она исполняется. И прежде чем ты начнешь изменять частоту своих шагов за минуту, обрати внимание на длину шага, потому что она взаимосвязана с каденсом, и продолжение движения с значительной длиной шага на ритме 125-135 шагов в минуту потребует значительных усилий. И такие усилия не помогут тебе покрывать большие расстояния налегке. Для того, чтобы увеличить частоту шага, уменьшить длину, постарайся не настолько далеко выставлять ногу вперед, а значительное усилие прикладывать после того, как нога покинет, начнет покидать центр тяжести. Постарайся внедрить и обратить внимание на составляющие, влияющие на скорость и продолжительность, и длительность твоей ходьбы, которые неизбежно повлияют на результативность, на самочувствие. Незначительный вынос ноги вперед сбережет твои колени, значительное активное выталкивание ногой назад подтянет твои ягодицы, а ритмичная музыка увеличит твой темп и скорость. Расстаемся с тобой на неделю. Подписывайся, чтобы получить уведомления о новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин